Их путь от остановки к дому близок, но тернист. Жители Сахаровского шоссе в Твери, отправляясь утром на работу, не уверены в том, что дойдут до остановки. Ходить через сосновый лес или по оживленной магистрали, особенно в темное время суток, опасно и страшно. Ко всему прочему, там отремонтировали дорогу, а вот пешеходный переход не предусмотрели, поэтому риски умножаются вдвое. О том, как выживают жильцы многоэтажек и почему называют себя лесными жителями, в сюжете нашего телеканала. С коляской здесь сложно пройти из-за кормей, плохой дороги и очень много грязи, особенно после дождя. Очень большие лужи, тяжело в общем. Змеи, клещи, змеи, ну бывали. Это, как ее окрестили местные жители, партизанской лесной дорогой. Каждый день приходится ходить на автобус, чтобы доехать до работы, на учебу или в детский сад, а потом по вечерам возвращаться обратно. На первый взгляд и не скажешь, что за этим густым лесом раскинулся целый микрорайон. Летом, говорят прохожие, не так страшно и грязно. А вот осенью и зимой этот тернистый путь к цивилизации можно пройти только в резиновых сапогах и с фонариком в руках. Ни освещения, ни асфальта нет. Только накренившиеся сосны, которые так и норовят свалиться. Мы живем как в лесу. Вот даже на них ехали, нас не видели, что у нас там дома. Зарошим в лесу. Люди сами протоптали вот здесь себе тропинку, чтобы пройти как бы к дороге. Но проблема в том, что нет дорожного перехода, светофоров, знаков. Потому что у нас тут и дети, вы видели, да, бегают. Жители многоэтажек по Сахаровскому шоссе с одраганием ожидают прихода осени, когда будет темно и сыро. Ко всему прочему, сетуют граждане, в межсезонье не только пора простуд, но и обострение психических заболеваний. Они боятся лишиться в этом темном тоннеле не только кошелька, но и жизни. Альтернативный путь, конечно, есть, но он не менее опасен. Это оживленная магистраль, на которой нет тротуаров. Впрочем, зебры нет даже там, где останавливаются два единственных заезжающих в эти края автобуса. Стоим и ждем. Долго. Ни один водитель не останавливается. С ребенком идешь, там санки зимой тащишь, велосипед летом. И все равно никто не останавливается. Стоим и ждем. Как на Невском. Обращались в администрацию? Да, обращались в администрацию Заволжского района. Нам посоветовали обратиться в муниципальную программу. Что делать и куда писать дальше, граждане по-прежнему пытаются понять. На помощь пришли общественники и забили во все колокола. Ведь скоро дети пойдут в школу. И мне, как представителю родительского общественного контроля, что, прежде всего, беспокоит, это дорога детей от дома в школу и обратно. Вот в данном случае мы видим, что жители микрорайона Стекольный завод, недократно обращались уже в администрацию, поднимали этот вопрос. Но дело не сдвигается с мертвой точки. Нет пешеходного перехода цивилизованного. Нет нормальной дороги до школы детей. Граждане недоумевают, неужели их желание, чтобы дорога, связывающая микрорайон с цивилизацией, стала безопасной, неосуществима. Нам бы хотелось обустроить вот эту лесополосу в лесопарк. С освещением, с хорошими дорожками пешеходными. И также сделать дорожные знаки и дорожные переходы на ту сторону. Однако у чиновников не такие грандиозные планы на этот микрорайон. Но без внимания Сахаровское шоссе не останется. В этом году планируется обустройство пешеходного перехода на участке от Сахаровского шоссе в районе пересечения с улицей 2-я Лозо. В настоящее время подрядные организации работы на участке этом не завершены. Планируется отсыпка асфальтобетонной крошкой, обочин, укрепление их. Для того, чтобы сделать тротуар, необходим проект на капитальный ремонт. Капитальный ремонт в этом году не запланирован. Зеленые дебры, через которые ведет та самая самовольно протаренная тропа, действительно территория лесного фонда. Потому дорожка не входит в перечень дорог общего пользования. Потому чудес ждать не стоит.